Всем привет, ребята! Сегодня я хочу протестировать две прикольные игрушки, которые вы, наверное, уже видели на YouTube, но многие из вас, я думаю, никогда не держали их в руках. Это Stretch Armstrong и Wackman. Вот они, ребята. Эти игрушки раньше можно было купить только за границей или нужно было заказывать их на Амазоне. А теперь, наконец-то, их можно купить в России, например, в магазине Wildberries. Но мне очень повезло, я эти игрушки не покупал. Мне их прислали бесплатно. Просто подарили из магазина, чтобы я их протестировал, помучал и проверил на прочность. Итак, давайте сначала рассмотрим Stretch Armstrong. Продается он вот в такой вот упаковочке. Тут, смотрите, показано, что с ним можно делать. Его можно растягивать по-всякому и даже завязывать в узлы. Прикиньте, какая прикольная игрушка. Такой вот атлет, типа, не знаю, качок. Похож на Шварценеггера. А, нет, не на Шварценеггера. Знаете, кого он напоминает мне? Он напоминает мне одного из президентов. Вы узнали какого? Напишите в комментариях. Ну, а я уже хочу побыстрее его распаковать и посмотреть, попробовать, какой же он внутри. Пожмякать его, порастягивать. Так, давай, давай. Вау, ребята, вот он. Смотрите, какой он прикольный. И что же, как он растягивается. Ого, прикиньте, смотрите, я тяну его. А за ноги? Класс! Ребята, я в шоке. Смотрите, как он растягивается. И самое главное, слушайте, у него внутри что-то такое прикольное. Его так приятно мять, слушайте. Это же антистресс. Класс, смотрите, можно делать ему разную фигуру. Был такой, стал высокий и длинный. Можно руку сюда, такой шарфик. Вторую руку сюда. О, нет, глаза закрыл. Получился такой вот шарфик. И главное, когда вы его отпускаете, смотрите, он всегда возвращается в исходное положение. Давайте ему ногу закинем сюда. Эту ногу сюда. О, да это йог какой-то настоящий, а не Армстронг. Эту руку сюда и эту руку сюда. Сможет ли он распутаться из такого положения? А ну давай, Стретч Армстронг, покажи нам, на что ты способен. Оп, 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 давай, давай еще немножко. Молодец, давай, я помогу тебе ножку сюда. Оп, оп, смотрите. Он реально возвращается в исходное положение, что бы вы с ним не сделали. Смотрите, какие у него ножки. На-на-на-на-на-на-на. Нет, он реально прикольный. Можно его так, оп, оп. Можно заниматься спортом, растягивать его, как эспандер. Раз, два, три. Я качок. Ты что? Ты что, подойди ко мне. О, давайте сделаем ему массаж. Ить, 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 ить. Я хорошенечко промою его перед соревнованиями. Он должен быть хорошо размят. Слушайте, с этой игрушкой можно творить просто какие-то невероятные вещи. На-на-на-на-на-на. 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 А что, если вот так? Ить, 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 ить. Ить, ить. Где? Где голова? Подождите, я сейчас завяжу. О, май, гад. Вот это поза. А ну давай, используй свою силу. Развяжись. Давай, 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 давай. Опля. 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 Даже можно засунуть голову в плечи. Вот так вот. Ребята, я настолько закачался, что у меня просто нет шеи. Вот это мышцы, правда? Жан-Кот Ван Дам отдыхает. Оп-оп-оп-оп. И он раскручивается сам. И тут я решил проверить, как сильно можно растянуть стретч Армстронга. Я зажал его ноги в дверях и начал потихоньку тянуть. Мне было интересно, дотянется ли он до противоположной части двери. Да, дотянулся. Вот это да. Я думал, он порвется, но не тут-то было. Класс. Вот это он тянется. А потом я решил показать эту игрушку своей дочке Насте. Я спрятал игрушку в коробку и позвал Настю. Смотри, я сейчас покажу тебе такую прикольную игрушку. Ты такой точно никогда не видела. Так, смотри. Класс. Что с ней нужно делать? Что? Тянуть. Смотри, давай его потянем. Да. Тяни. Прикольный. Знаешь, как он называется? Так. Стретч Армстронг. Его можно растягивать на английском. Стретч. Можно тянуть. Смотри, какой он классный. Его тянешь, отпускаешь, и он становится такой, как и был. Такой классный. Прикольный. Да. На что он похож? Он похож на тяночку какую-то резиновую. На тяночку? Как ты думаешь, что у него внутри? Потрогай. Что тебе кажется? Что там внутри у него? Похоже, там какой-то лизун, который возвративается. Лизун? Похож на лизун, да? Да. Паук получился. Паук. А ну, отпускай его. Смотри, он сразу становится такой, как и был. Можно же тянуть руку ему, отпустить его обратно. За руку. Давай. Тоже паук какой-то. Дай мне, пожалуйста. Класс. Кстати, очень многих интересует, что же там у него такое интересное внутри. Я встречал разные версии, лизун, клей, кленовый сироп и так далее. Но все оказалось гораздо проще. Если посмотреть на упаковку, здесь вот написано содержимое сироп глюкозы. То есть абсолютно натуральное и нетоксичное вещество, хотя и очень липкое. Поэтому разрезать я его не буду. Я сделаю другое. Я хочу попробовать сбросить его с высоты 100 метров и посмотреть, что же с ним произойдет. Останется ли он целым? Но это будет в конце видео. А сейчас мы посмотрим второго героя. Это Вакмен. Вот он такой, смотрите. Тоже в такой фирменной коробке. И это игрушка из той же серии, хотя немножечко другая. Тоже можно растягивать, но действует немножечко он по-другому. Давайте быстренько его распакуем. Мне уже тоже не терпится его подержать в руках, этого Вакмена. Так. Иди сюда. Крошилище. Смотрите, какой он прикольный и злой. Вот это морда. Смотрите, снаружи он тоже вот такой вот резиновый. Но внутри у него уже не сироп глюкозы, а шарики. И шарики эти полиэтиленовые. Ну и как же он, скажете, растягивается? Ничего же не происходит. А здесь есть секрет. У него в голове находится насос. И если мы вот так вот начинаем двигать, то обратите внимание на его тело. Воздух откачивается. И сразу видно проступают эти вот шарики. Шарики проступают. И он становится такой, смотрите, твердый. Смотрите, какие у него прям выступили здесь. И теперь можно его растягивать. И он меняет форму. Был такой, смотрите. Оп, стали длинные ножки. Можно сделать длинные ручки. Да все, что угодно можно сделать. И какой он стал смешной. Также можно его тут завязать. Вот так вот. И такой деловой. Видите, такая попочка у него, чтобы удобнее сидеть было. У пырышки реально твердые шарики. Можно сделать такие плоские ножки. А если хотите вернуть его обратно в то же положение, в котором он и был, здесь у него есть на голове кнопочка. Смотрите, я нажимаю, и он сразу же становится таким, как и был. Оп, обратно закачался воздух. И он стал таким... Ой, не могу развязать. И он стал обратно таким вот мягоньким. Тоже очень-очень прикольная игрушка, слушайте. Я даже не знаю, какая прикольная. Этого мнешь, он такой мягенький. А этого такой с шариками, знаете. Ну реально два антистресса. Ой, ребята, меня переехал каток, кажется. Чувак, да у тебя целлюлит. Нет, это шарики. Супермен. Кстати, кроме этих двух игрушек, в этой серии есть еще несколько. Например, это Икс Рей. Похож на инопланетянина. Он тоже тянется, и у него видно внутренности, как на рентгене. Также есть зеленый монстр, который также тянется. И кроме того, есть тянущийся Супермен. И все эти всемирно известные игрушки наконец-то можно купить в магазинах, а не как раньше заказывать за границей и ждать целый месяц, а то и дольше. Так, ребята, ну что же, а теперь погнали бросать стретч Армстронга с высоты 100 метров. Итак, мы на месте. Берем тонкий и прочный шнурок и привязываем его к нашему квадрокоптеру. Привязать нужно прочно на несколько узлов. Обрезаем лишний кусок шнурка и переворачиваем шнурок так, чтобы узел был снизу. Вот так вот. Вроде все надежно. Теперь находим противоположный конец шнурка, делаем тут петлю и накидываем ее на шею нашему стретч Армстронгу. Вот так вот он будет висеть. Но кто же перережет веревку в нужный момент, спросите вы. Бенгальский огонь. Я привяжу бенгальский огонь немного выше стретч Армстронга. А потом я подожгу этот бенгальский огонь и быстро взлечу на высоту 100 метров. Огонь пережжет шнурок и стретч Армстронг упадет с высоты 100 метров, а может и выше. Итак, смотрите, вот квадрокоптер, далее идет шнурок и вот он бенгальский огонь, который мы будем поджигать. А ниже висит наш стретч Армстронг. Интересно, ему не страшно? Я думаю, что нет, он же супергерой. Итак, я беру зажигалку и поджигаю бенгальский огонь. Это видео с камеры квадрокоптера. И сейчас он поднимется на высоту 100 метров, то есть на высоту 30 этажа. Все, бенгальский огонь горит. Так, быстро хватаю пульт и полный газ вверх. Давай, 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 быстрее. Нужно успеть подняться на высоту 100 метров, пока не перегорел шнурок. Смотрите, мы поднимаемся со скоростью 4 метра в секунду. Также здесь видна высота квадрокоптера 60, 70, 80 метров, 90, 100 метров. Давайте выше 110, 120 метров. И шнурок оборвался. Смотрите, Стретч Армстронг полетел вниз. Как вы думаете, что с ним произойдет? Ставьте на паузу и напишите в комментариях, как вы думаете. Он уцелеет или, может быть, мы сейчас увидим, что у него там внутри. Смотрите, белая точка. Это моя кепка. Я бегу смотреть, что там с ним произошло. Итак, вот он, момент падения. И мне кажется, что от Стретч Армстронга отлетела какая-то деталь. Побежали, посмотрим, что там с ним произошло. Вау, ребята, по-моему, у него отлетела голова. Да не просто отлетела, она еще и треснула. Бедный Стретч Армстронг. Но что же с телом? По-моему, оно целое. Я не вижу совершенно никаких повреждений. Это удивительно, упасть с 30 этажа и остаться целым. Только краска на трусах слезла. Это жесть, ребята. Итак, ребята, мы уже дома и можем детальнее рассмотреть, что же произошло с нашим супергероем. Да, голова, конечно, треснула серьезным образом. Теперь я уже вижу, что удар пришелся вот четко сюда в макушку. Видите, здесь вот черные следы от асфальта. То есть он упал строго вот так вот вниз головой. Это жесть. Ну, конечно, прикиньте, упасть с высоты 30-го. Да нет, какого 30-го? 120 метров. 40-го этажа. Кстати, ее можно попробовать вот так вот собрать. О, смотрите. Оп, и практически не видно. Склеить суперклеем и будет как новенький. Да, давайте пробуем одеть. Давай-ка, одевайся. О, как-то так. Короче, ребята, я его склею, и он будет как новенький. Класс. Так, а что же тело? Смотрите, я практически не вижу ничего. Здесь вот немножечко потерто от асфальта, но целое, никаких дырок нет. Ничего не вылезает, содержимое на месте. Ну, и вот, как я говорил, трусы, краска на трусах. Но вообще идеально. Смотрите, он упал с высоты 40-ка этажей, и с ним ничего не произошло. Была бы еще голова у него какая-нибудь резиновая, а не такая твердая. Вообще бы он был бы целенький. Класс. Вот это игрушка, да? Нет, ну, игрушки в любом случае крутые, и с ними можно очень весело играть. Например, можно устраивать челленджи. Кто сильнее растянет или кто завяжет самый необычный узел. Кстати, а давайте устроим челлендж между YouTube-каналами. Есть такой канал Папа Дома. Найдите этот канал и напишите в комментариях под последним видео, что я, Алекс Бойко, бросил им вызов с игрушкой Stretch Armstrong. Итак, я обращаюсь к каналу Папа Дома. Челлендж. Возьмите Stretch Armstrong'а и сделайте что-то такое, что еще никто раньше не делал, и покажите это в видео. Вот. Ну, а кто захочет купить себе Stretch Armstrong'а или любую другую игрушку из этой серии, то ссылочку я оставлю в описании под этим видео. Напоминаю, что теперь их можно купить не только за границей, но и в России. И это очень прикольно. Ну, а у меня на сегодня все. Всем желаю удачи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok